Добрый вечер, коллеги! Рад приветствовать всех на нашем вебинаре. Давайте перед началом проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Отлично, да, вижу, что плюсики пошли. Рад приветствовать всех участников на нашем еженедельном вебинаре, который проходит, как всегда, по понедельникам в 19.30, вебинар, на котором мы рассматриваем текущую ситуацию на рынке, и я отвечаю на ваши вопросы. Прежде чем мы начнем, как всегда, предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках сопряжена с определенной долей риска. Это могут быть риски торговые, может быть риск партнерства, безусловно, но прежде чем совершать сделки, прежде чем переходить на реальный счет, важно понимать и важно ознакомиться со всеми рисками, которые могут быть. И что важно в рамках данного вебинара, все те моменты, все те вещи, которые мы рассматриваем на этом вебинаре, не могут восприниматься как прямая рекомендация к действию. Я рассказываю свое мнение, свое видение. Конечное решение по принятию, по открытию сделки, оно принимается непосредственно именно вами. И об этом всегда важно помнить. Помните, представлюсь для тех, кто присутствует на нашем вебинаре впервые. Меня зовут Исааков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets, чая-то такие регионы, как Россия, Украина и страны СНГ. Помимо тех вопросов, которые у вас могут возникать в рамках данного вебинара, те вопросы, которые касаются торговой в Admiral Markets, партнерства с Admiral Markets, вы также можете адресовать мне. Я сконтактирую вас с вашим персональным менеджером, и мы обязательно поможем, ответим на все вопросы, которые у вас будут возникать в ходе взаимодействия. Прежде чем мы начнем, хотелось бы уточнить информацию по тем участникам, кто присутствует, к примеру, у нас на этом вебинаре впервые. Пожалуйста, поставьте цифру 1, если вы пришли на этот вебинар первый раз. Я немного расскажу слов о регламенте, что у нас проходит в рамках данного вебинара, и мы уже перейдем непосредственно к теме нашей компании. Ну, я расскажу к теме нашего вебинара и расскажу несколько слов о компании, безусловно. В правом нижнем углу, для тех, кто не знаком еще с этой платформой вебинаров, есть кнопка, где написано «Пишите здесь», там вы можете написать ваше сообщение, нажать кнопку «Энтер», то есть отдельной кнопки «Отправить сообщение» ее нет, поэтому просто набираете там, где написано «Пишите здесь», нажимаете «Энтер», и я вижу ваш вопрос, вижу ваше сообщение. Хорошо, я думаю, чуть позже те, кто еще не успел подойти к экрану мониторов, но, возможно, слушают нас, не находясь за компьютером, чуть позже это сделают, дадут о себе знать. Скажу несколько слов о том, что мы делаем на этом вебинаре. На вебинаре мы разбираем ситуацию на рынке, мы смотрим, что было на предыдущей неделе, и смотрим, какие интересные моменты можно использовать в торговле на неделе предстоящей. Безусловно, важно понимать, что этот вебинар, он вносит в себе такой временной интервал, у него примерно неделя. То есть в следующий раз мы с вами встретимся через неделю, и уже посмотрим, что было фактически с понедельника по пятницу на неделю предыдущей. Но рынок может поменяться очень быстро, и для того, чтобы у вас была возможность видеть эти корректировки, я специально для вас записываю видеообзор, который размещается на нашем YouTube-канале. Поэтому, если вы на него еще не подписаны, то рекомендую это сделать. Сейчас я в чат прикладываю ссылку, и тогда вы будете получать всю актуальную информацию по текущей ситуации на текущий день. То есть, скажем, уже те акценты, которые важны на этот день, они будут расставлены в рамках этого видео. И также, коллеги, хотел рассказать несколько слов о компании, так как некоторые участники наших вебинаров еще не знакомы с условиями работы компании. И давайте такой небольшой опрос. Мне интересно, какое количество людей у нас присутствует на этом вебинаре, но пока еще не торгуют с Admiral Markets. Давайте сделаем так. Те, кто, к примеру, торгует уже с компанией Admiral Markets, поставьте, пожалуйста, плюс в чат. Те, кто еще не торгует, а только вы присматриваете к условиям работы Admiral Markets, поставьте, к примеру, минус. И мы таким образом поймем, какое у нас соотношение сил. Вот я вижу, что пока идут плюсики. Так, плюс-минус. Отлично. Хорошо. Я сейчас вот как раз расскажу несколько слов. Такие важные, ключевые моменты, на которые обращают трейдеры при выборе компании. Но вот для того, чтобы, я думаю, что это будет самым лучшим подтверждением, вот попрошу тех участников, кто уже работает с Admiral Markets, написать в чат, то есть, нравится ли вам условие, то есть, можете просто использовать слово «нравится», «нравится». Ну вот, каким-то образом просигнализируйте ваши отношения к Admiral Markets, когда вы уже действительно с нами работаете, являетесь нашим клиентом. И многие, я насколько вижу, уже достаточно много лет с нами работают. Но, возможно, в какие-то определенные моменты, вот такая обратная связь, которую можно получить от людей, которые уже работают с компанией, она имеет довольно-таки большое значение. Поэтому я буквально несколько минут хотел у вас попросить вот такую обратную связь. Так, как у остальных, проходит работа с Admiral Markets, пожалуйста, просигнализируйте, буду вам очень благодарен на этом. Спасибо. Отлично. Прекрасно. А теперь вот несколько моментов, которые я хотел бы рассказать. То есть мы начали с того, что начали с предупреждения рисков. И одним как раз из рисков является выбор надежного партнера, которым для вас может стать Admiral Markets. Почему это может быть Admiral Markets? Во-первых, это лицензия FCA. То есть FCA – это регулятор Великобритании, который фактически является одним из самых строгих для компаний, ну, наверное, послеамериканских. Процедура открытия счета, она не такая сложная, как, к примеру, у брокеров, которые предоставляют именно торговать под лицензией Америки. Но, как правило, американская лицензия, она используется для граждан США. То есть это тоже важно понимать. К примеру, такие вещи, как страхование ваших средств. То есть на тот случай, если с компанией что-то случится, если в какой-то момент компания не сможет отвечать по своим обязательствам, то ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов. Если, к примеру, банк не сможет выплачивать средства, то есть тот банк, в котором располагаются ваши средства, к примеру, Barclays Bank, то банк восстанавливает средства до 80 тысяч также британских фунтов. То есть вот этот риск, да, его можно минимизировать таким образом. То есть очень часто этот вопрос возникает, и, наверное, последние несколько лет он становится очень важным, потому что была череда банкротств компаний, у которых были лицензии различных юрисдикций, да, офшорных, которые регуляторы не подразумевают, да, выплаты компенсации своим клиентам, да, если компания не может отвечать по своим обязательствам. Поэтому в любом случае будет эта компания Adnoir Market, либо другая компания, всегда обращайте внимание на лицензирование, и что это дает именно вам. Поэтому также наши менеджеры всегда готовы ответить на этот вопрос. Если нужна будет какая-то дополнительная информация, обязательно обращайтесь, и мы сможем вам в этом помочь, в первую очередь помочь разобраться. Уникальная платформа MetaTrader 4 Supreme Edition. Я уверен, что многие из вас находили огромное количество индикаторов, которые были на различных ресурсах, имели различные настройки, да, и могли помочь вам улучшить вашу торговую. Это могли быть какие-то торговые инструменты, торговые индикаторы, либо какие-то вспомогательные. Специалистами компании Adnoir Market была разработана и внедрена платформа MetaTrader 4 Supreme Edition, которая в себе уже несет уникальные функции, которые позволяют, например, рассчитывать риск, сохранять тиковую историю себя непосредственно на терминале. И огромное количество функций. Вот, кстати, на нашем YouTube-канале есть отдельный плейлист, где вы можете подробно посмотреть либо большой вебинар, где рассказывают в течение около двух часов о всех важных функциях MetaTrader 4 Supreme Edition, либо, по крайней мере, посмотреть основные видео, дают порядка трех-четырех минут. Я уверен, что это тоже будет интересно. Но и в рамках нашего вебинара мы периодически тоже их затрагиваем и тоже их касаемся. Солнце начинает слепить. Надеюсь, что картинке это не сильно мешает. Но, тем не менее, сейчас одну минуту вернусь, а то я не смогу видеть монитор. Ну вот, видимо, солнце нас решило сегодня порадовать. А может быть, оно сейчас уже уйдет. Это не столь важно. Хорошо, пункт номер 4, который приведен на слайде, это настройки защиты от волатильности. Это как раз тот вопрос, который возникает у многих трейдеров, когда задается вопрос, а какое, к примеру, проскальзывание в компании. То есть, важно понимать, что компания не может влиять на проскальзывание. То есть, исполнение, проскальзывание – это абсолютно рыночная ситуация. Все зависит от характера инструмента, от характера новости, которые, к примеру, выходят. Ну и, соответственно, проскальзывание тоже может варьировать. То есть, нет никаких минимальных, да, есть, нет никаких максимальных. Ну, точнее, минимальные можно проследить. Мы также у нас на сайте выкладываем информацию по исполнению за последний месяц. То есть, какое было максимальное проскальзывание, да, какое минимальное, какое среднее. Эту информацию все можно посмотреть. Ну, вот я выделил именно настройки от волатильности. Это такая дополнительная функция, которая позволяет вам применить к стандартным арберам дополнительные функции. То есть, к примеру, если вы торгуете на новостях, и для вас важное исполнение, вот именно по той цене, которую вы запросили, и вот только по ней, то вы можете установить один из параметров данной функции, при которой сделка, к примеру, может не исполниться, если проскальзывание будет выше. Да, если для вас, опять же, важно войти именно по этой цене, то есть, лучше вам не войти вообще, чем войти по цене хуже. Да, это можно настроить. Большое количество данных инструментов, также у нас на YouTube-канале есть видео, вы можете набрать, например, «Защиту от волатильности», и там более подробно посмотреть данную информацию. Ну, и что касается достижений, да, компания «Доноромаркетс», последний квартал 2016 года по рейтингу «Финанс Магнетс» компания «Доноромаркетс» находилась на 15-м месте по оборотам, да, то есть в мировом рейтинге. Это, я думаю, что очень также важно для многих трейдеров, которые выбирают для себя компанию. Владимир, в принципе, я думаю, что можно будет повторить, да, вот Владимир предлагает провести вебинар по психологии. У нас также есть мои предыдущие видео на YouTube-канале, по психологии тоже проводил, скорее всего, это было год или полтора назад. Но там это тоже можно найти, мы об этом говорили, ну, соответственно, всегда появляется что-то новое, я думаю, что у меня появилось достаточно много вещей, которые стоит осветить вновь, да, по этому вопросу. Поэтому спасибо за рекомендацию, я думаю, что мы в ближайшее время это сделаем. Да, вот Максим пишет, что время перезагрузки серверов стало на минуту меньше, мы, безусловно, собираем всю информацию от наших трейдеров, да, как вы хотели бы, чтобы наши торговые условия улучшились. И вот, я помню, мне кажется, Максим, вы как раз обращали на это внимание, и в какой-то определенный момент, да, мы нашли способ для реализации и смогли уменьшить время работы серверов, да, время перезагрузки серверов на одну минуту. То есть для многих трейдеров это, безусловно, также важно. Да, отлично. Поэтому все, что касается компании Admiromarkets, да, компания Admiromarkets может для вас стать надежным партнером. Если у вас появился какой-то вопрос, обратитесь к вашему персональному менеджеру, и ваш менеджер обязательно вам с этим вопросом поможет. Отлично. Илья, спасибо. Я думаю, что мы обсудим этот вопрос также с нашими коллегами в Таллине, и, возможно, организуем семинар тоже по этому вопросу. То есть, опять же, если у вас есть, у вас должен быть персональный менеджер в компании, то есть, я думаю, что это пожелание вы можете высказать ему, и мы обязательно это сделаем, найдем время, выберем интересную тему и проведем семинар. Хорошо, коллеги, тогда, если на текущий момент пока вопросов нет, переходим в MetaTrader и посмотрим уже, что у нас на текущий момент происходит на рынке. И, в принципе, к концу сегодняшнего дня довольно-таки интересные ситуации прошли, и начнем, наверное, с тех пар, которые мы рассматривали на предыдущем занятии. И те вопросы, которые я получил, видел, задавались как раз в подписи к видео, которые выкладываются на YouTube, я получал также их на почту, именно о характере разворотных уровней, то есть, где их выбираете, почему в какой-то определенный момент мы можем поставить их за предыдущий день, а в какой-то определенный момент мы выбираем более широкий временной промежуток, то есть ставим минимум, который был 2, 3 или 4 дня назад. Поэтому сегодня мы на этом тоже акцентируем внимание. Хорошо, сейчас я запускаю MetaTrader, поставьте, пожалуйста, плюс, что вы его видите, и, собственно, начнем разбирать. Жду ваш, все отлично, да, вижу, что плюсики пошли. Отлично. На прошлом занятии мы с вами смотрели, начинали смотреть как раз с пары в британский фунт, да, и, собственно, давайте эту же ситуацию как раз сейчас и посмотрим, то есть, что у нас сейчас на текущем моменте происходит. Я напомню, для тех участников, кто не присутствовал на прошлом вебинаре, ну, я думаю, что, возможно, вы смотрели в записи, такие основные моменты, которые мы отслеживали, да, по паре в британский фунт и американский доллар, то есть, с чего мы начинаем, да, как всегда, это определение основного тренда. Если мы смотрим тренд на дивном таймфрейме, мы, ну, практически невооруженным глазом, видим, что тенденция идет восходящая. Соответственно, для принятия решения уже на более мелких таймфреймах нам лучше выбирать те сделки, которые идут в сторону основного тренда, то есть, работать непосредственно по тренду. Один из тех способов, которые мы как раз рассматриваем в рамках данного вебинара, это присоединяться к текущей тенденции в тот момент, когда коррекция на часовом таймфрейме заканчивается и начинается движение уже в сторону основного тренда. То есть, как это было. К примеру, вот мы возьмем 17 июля, да, вот мы видим, что в какой-то определенный момент фунт дорос до отметки 1.31.16 и потом в течение нескольких дней у нас была коррекция. Как мы ее стали отслеживать? Вот у нас был день 17 июля. Мы обозначили здесь максимальное значение, мы обозначили здесь минимальное значение. То есть, фактически, если мы говорим о коррекции в рамках часового таймфрейма, то она наиболее вероятна ее начала в тот момент, когда уже торговые сессии начинают идти вниз. То есть, фактически, если мы видели, что у нас каждый день цена растет, то есть, день закрывается, идет рост, а вот в тот момент, когда цена перестает расти, и мы видим, что день закрывается, к примеру, ниже и обновляют локальные минимумы, то есть, как минимум, к примеру, 17 июля, обновление это произошло 18 июля. То есть, обновление и пробитие, то есть, когда цена его пробивает. Пробитие в данном случае мы считаем то, когда мы видим хотя бы одну часовую свечу, которая закрывается, открывается и закрывается за уровнем. То есть, если у нас был уровень, в данном случае, отметка 1.3045, примерно минимальное значение, которое было 18 июля, то фактически свеча, которая была в 12 часов 18 июля, нам дает вот этот сигнал пробития. То есть, после этого вероятность начала коррекции будет иметь достаточно большую силу. То есть, покупать, в данном случае, пока еще нужно воздержаться от продаж, потому что сколько продлится коррекция, мы не знаем. Она может быть 100 пунктов, может быть 10 пунктов, может быть 500 пунктов. Такие примеры тоже были. И наиболее интересно как раз входить в рынок, то есть, присоединяться к текущей тенденции, в тот момент, когда заканчивается коррекция. Почему мы отслеживаем на часовом таймфрейме именно день? Потому что в одном дне, в 24 часах, есть 4 основные торговые сессии. Азиатская, Тихоокеанская, Европейская, Американская. То есть, фактически, то, как сессии сменяют друг друга, мы можем понять настрой участников. Если мы видим, что сессия идет, то есть, локальное открытие, закрытие рынка выше открытия, то есть, мы видим, что постепенно тенденция укрепляется. В тот момент, когда уже покупатели не могут идти в том же тренде, то есть, им нужно набраться сил, им нужно сконсолидироваться. Как раз в такие моменты мы видим коррекцию. А вот когда коррекция заканчивается, тогда уже возможен, вероятно, следующий импульс, который мы можем увидеть. Фактически, после того пробития, которое мы видели 18 июля, у нас начался период консолидации. В тот момент цена корректировалась максимально на порядка 120 пунктов. Мы видим, что следующий день, я сейчас также отмечу, у нас идет 19 июля, опять же, цена не уходит выше максимальных значений, которые были за день до этого, то есть, локальный максимум не обновляется. Затем мы видим следующий день, опять же, мы видим понижение, вынижение, и в данном случае уже был обновлен как раз локальный минимум, дошли до тех критических уровней, которые были. На следующий день тенденция остановилась, то есть, минимум обновлен не был, это один из косвенных сигналов, и здесь мы видим уже диапазон движения, который у нас обозначен границами 1,2954, минимальный уровень поддержки, уровень сопротивления в области 1,3019. Соответственно, на следующий день, 24 числа, вебинар с вами у нас был как раз в этот день, 24 числа, и, собственно, тогда мы эту ситуацию и рассматривали. Соответственно, после того, как мы видим, что цена закрывается выше максимальных значений предыдущего дня, 21 июля, то мы в этом случае можем предполагать, что коррекция, которая была 3 дня, она завершилась. И вот с этого момента уже начинается поиск, во-первых, точки входа, установка стоп-лосс, ну и постановка целей. В тот момент как раз мы в рамках вебинара могли получить довольно-таки хорошую цену, практически по уровню пробития, который был. Изначально стоп-лосс располагался за минимальными значениями 20 июля, уже после импульсов, которые были 27 июля, мы смогли скорректировать за минимальные значения, которые были 26. Надеюсь, что сейчас не запутались, сейчас я еще чуть более подробно расскажу. Сделаем это вот таким образом. То есть, цена 24 июля пробивает максимальные значения, которые у нас были в предыдущий торговый день. То есть, мы предполагаем, что тенденция начнет двигаться в сторону основного тренда, то есть, опять же, куда идет рынок, куда идет британский фунт. Соответственно, данный сценарий, он будет актуален до тех пор. Вот ближайший уровень разворота, здесь мы отмечали на минимуме, который был 20 июля. Это отметка 1.2931. То есть, вот если бы мы увидели, примерно на следующий день уход вниз, то практически это отмена сценария и коррекция продолжается. Но, если пара торгуется выше, и мы, соответственно, дальше видим уже следующие коррекционные, следующие импульсные волны и волны коррекционные. То есть, это нам говорит о продолжении тренда, о продолжении тенденции. Соответственно, почему стоп-лосс мы перенесли за этот уровень? То есть, когда это имеет смысл делать? Это имеет смысл делать в тот момент, когда у нас происходит как раз обновление максимальной значения. То есть, мы получаем такую формацию, когда у нас есть коррекция, есть импульс. И когда импульс превышает то максимальное значение, у которого пошла коррекция, как в данном случае, то значение, которое я обозначил вот этим красным прямоугольником, то, соответственно, вот это было здесь, 21.00, в свече, которая формировала 21 час. После ее закрытия, то есть, мы получили обновление локального максимума, и фактически за тот уровень коррекции, который был, мы его можем переместить. Коллеги, как вы считаете, сейчас мы можем уже куда-то переместить дальше по ходу нашего тренда уровень стоп-лосс? Просто напишите ваше мнение, да или нет. Не нужно пока вдаваться в какие-то подробности. Роман пишет за минимум 27.00 числа. Ну, фактически, да. То есть, вот как раз последние несколько часов мы получили уже следующий импульс, после которого был обновлен тот максимум, который у нас был 27.00 июля. То есть, вот, был следующий импульс, мы ушли в коррекцию. До этого у нас уровень стоп-лосс стоит здесь. То есть, фактически, если цена уходит вот ниже этого уровня, опять же, возвращаемся к продажам. Но, если мы торгуемся выше этого значения, то тенденция на укрепление сохраняется. Соответственно, вот переместить уже уровень стоп-лосс фактически в положительную зону будет иметь смысл тогда, когда цена обновляет уже локальный максимум, то есть, когда мы получаем следующий импульс. Поэтому, да, в данном случае я соглашусь. То есть, теперь мы можем уровень стоп-лосс переместить за минимальное значение, которое было 27.00 июля, потому что последние несколько часов мы получили как раз вот следующий импульс. И таким образом мы уже... Мы до этого установили достаточно большой тейк-профит в рамках среднесрочной тенденции, которая располагается на расстоянии 380 пунктов от точки входа. Но сейчас, например, такое перемещение нам позволяет сохранить уже часть нашей позиции. То есть, мы, пусть и не в большом плюсе, но, тем не менее, плюс 24 пункта у нас в данном случае уже есть. Мы сможем это использовать. И если ситуация на рынке поменяется, мы к этому будем готовы. Да, стоп-лосс у нас перемещен, он стоит в небольшом плюсе, и, собственно, мы уже в этой сделке, ну, фактически не потеряем. И дальше мы можем уже ждать реализацию нашего сценария. Поэтому изо дня в день у инструментов, которые вы торгуете, создаются уровни, за которые, безусловно, нужно их отслеживать и по возможности перемещать ваш уровень стоп-лосс, для того, чтобы та часть прибыли, которую вы уже можете для себя практически сохранить, вы смогли за нее переместить. Как, например, в данном случае по паре британский фунт мы это могли сделать. Поэтому на текущий момент тенденция в рамках укрепления с потенциалом роста в области 1.34 по паре британский фунт остается также на тех же уровнях, которые были. То есть цена продолжает свое движение, будем дальше отслеживать, куда будет идти этот импульс. Начиная с прошлой недели цена прошла порядка 170 пунктов. То есть в зависимости от того уровня объема, который вы используете в вашей торговле, уже можно примерно прикинуть, какое-то будет соотношение в рамках риск-рибыль. Но я рекомендую особенно начинающим трейдерам использовать риск не более 1-2% от вашего депозита. Безусловно, тот доход, который будет в итоге, когда сработает, например, take profit, он должен удовлетворять в том числе и в деньгах. То есть от этого уже больше зависит размер вашего депозита, с которым вы работаете. Хорошо, а какая еще у нас была пара, которую мы смогли рассмотреть? Еще у нас была пара австралийский доллар, американский доллар, но мы ее уже не смогли затронуть в рамках прошлого вебинара. Вебинар, еще раз я посмотрю, был 24-го числа. А вот следующий импульс на продолжение роста уже у нас был получен именно 20-26, то есть в среду на прошлой неделе. То есть в чем это заключалось? Во-первых, посмотрим, как всегда по традиции, более крупный таймфрейм, даже недельный возьмем. Здесь для пары австралийский доллар, американский доллар, таким камнем преткновения, был вот этот уровень в области 0,77. Очень долго его не могли преодолеть. Это произошло в этом месяце. Соответственно, мы получили следующий импульс на движение в область уже 81,40. То есть тенденция, опять же, получила подтверждение на укрепление по австралийскому доллару в отношении к американскому доллару. Ну и, собственно, в рамках уже часового таймфрейма мы также для себя должны отслеживать те ситуации, по которым нам интересно будет присоединиться по данной паре, по данному активу в сторону основного тренда. Этим драйвером как раз на прошлой неделе для австралийца получила выход из данного боковика. Сейчас я отмечу чуть шире, как у нас это было отмечено ранее. То есть вот, практически у нас австралиец стоял неделю в таком боковом движении. То есть хоть основная тенденция остается на укрепление, безусловно, можно было рассматривать вход от уровня поддержки со стоплосом за локальный минимум, либо второй вариант уже дождаться со следующего импульса, когда цена пробивает локальный максимум и двигается уже в сторону основного тренда. То есть, соответственно, вот это пробитие было 26 июля и фактически здесь можно было рассматривать так же способ присоединяться, к примеру, то есть это было время 21-22 часа. То есть, немногие в этот момент находятся за терминалом. И я считаю, что это не всегда нужно. Даже если вы открыли ваш терминал там утром, там в 8 утра, в 9 утра, вы получили уже вот этот сигнал, то есть цена пробита. Теперь важно определиться с точкой входа, где было бы интересно войти. В данном случае таким универсальным способом входа может являться установка отложенного ордера buy limit, как в данном случае, на ту цену, на тот уровень, который был пробит. То есть, вот фактически у нас цена пробития, уровень, который мы отслеживали, это была область 79-71. В момент нахождения в этой области мы могли поставить отложенный ордер по этой цене, ну и, соответственно, получить эту цену для входа. Если увидели бы коррекцию в эту область. Коррекция была, уровень стоплосс, то есть стоплосс там порядка 90 пунктов. И, собственно, опять же, да, тоже оговорюсь с тем прицелом, что можно было рассматривать вход и по максимальным ценам, но уровень стоплосса он был бы, соответственно, гораздо выше. То есть здесь, если входить по данным ценам, то стоплосс был бы там порядка 180 пунктов. А здесь мы фактически получаем возможность уменьшить наш риск в два раза в пунктах. Это важно. То есть и увеличить, соответственно, потенциал прибыли. Соответственно, когда цена скорректируется в эту область, мы получили возможность открыться на покупку в сторону основного тренда и уровень стоплосса на текущий момент все еще располагается на минимальных значениях 26 июля. Следующую возможность его скорректировать мы получим в том случае, когда увидим уже обновление вот той зеленой линии, которая у нас есть. То есть фактически того максимума, который у нас находится в области 80-64. Соответственно, если мы увидим это сегодня или завтра утром, то тогда мы уже сможем переместить наш уровень стоплосс на те минимальные значения, с которой пошла данная коррекция. То есть фактически это будет минимальное значение 28 июля. То есть уже чуть ближе, на расстоянии порядка 70 пунктов, ближе к точке входа, но пока еще не в нулевую область, мы можем это скорректировать. То есть не всегда перенос уровня стоплосс, например, сразу в ноль будет целесообразен. Я думаю, что многие трейдеры, кто практикует такой подход, то есть там цена прошла 30 пунктов, перемещают в ноль, по крайней мере не потеряя в этой позиции. И я уверен, что я тоже такой метод использовал, поэтому могу сказать, что большинство позиций просто закрываются в ноль. Закрываются в ноль, а цена потом продолжает двигаться в ту же самую сторону. То есть мы с одной стороны понимаем, ну да, мы в этой сделке не потеряли, но и не заработали. Поэтому уровень стоплосс тоже должен выставляться по тем значениям, в случае прохождения которых уже не имеет смысла держать данную позицию. И вот данный уровень тоже нужно научиться правильно выбирать. Вот один из тех методов, которые как раз я вам рассказал, его вы можете для себя протестировать, и если вы тоже будете его использовать в своей торговле, то определенный процент срабатывания, то есть как раз тот момент, когда цена уже разворачивается, то есть когда продолжается тенденция, этот способ он позволит вам отфильтровать. Вот по тем ситуациям, которые мы рассматривали на прошлой неделе, давно в Страильске мы не успели его рассмотреть, я говорил об этом на наших ежедневных обзорах, кто смотрит, кто подписан на наш YouTube канал, это видит. Поэтому также, кто этого еще не успел сделать, всем рекомендую подписаться. Ну а сейчас вернемся к основным валютным парам, вернусь сейчас в чат, солнце совсем начинает слепеть, надеюсь, вас это не сильно отвлекает. Я буквально на 30 секунд прервусь, для того, чтобы немножко выключить солнце, и буквально вернусь через... Да, все, я вернулся. Думаю, что так будет лучше, и у меня солнце тоже было засветить не будет. Прошу прощения за то, что отходил. Вот, да, вижу вопрос, как определить долгосрочные и среднесрочные разворотные уровни? Тоже по закрытиям сессии или просто по хайлоу? Здесь нужно классифицировать. То есть, по хайлоу предыдущего дня мы определяем фактически уровни в рамках торговых сессий. Но, вот, если мы посмотрим, откроем, к примеру, пару евро-доллар, как раз с нее, и хотел начать, то фактически в рамках уже более крупных трендов, безусловно, у нас формируются те уровни, те ситуации, которые мы будем отслеживать. То есть, вот, фактически, если мы вернемся немного назад, на начало года, то фактически уровни разворотные для дневного таймфрейма у нас располагались, вот, к примеру, после импульса, который у нас был в конце марта, да, в конце марта, вот после обновления максимума, с которого пошла эта коррекция, у нас уровень разворота был на минимальных значениях начала марта. То есть, мы с вами понимали, что у нас основная тенденция идет на укрепление, но будет она на укрепление в рамках дневного таймфрейма до тех пор, пока цена торгуется выше этого уровня. Затем появился следующий уровень, да, затем следующий и так далее. То есть, в рамках уже более крупного таймфрейма мы также должны определять те уровни, которые для нас будут информативны в рамках этого временного промежутка. Вот, к примеру, сразу же вернусь, то есть, так как был вопрос, я думаю, что имеет смысл это разобрать. Вот пара американский доллар-канадский доллар. Тенденция для нас была в приоритете восходящей, вот этот дневной таймфрейм фактически до тех пор, пока не был пробит минимум середины марта 2017 года, это отметка 1.3220. То есть, пока мы его не пробили, то фактически мы могли рассматривать как основные сделки, как основное направление именно на покупку. А вот уже после его пробития приоритет сместился на продажу. И мы видим, что пара на тот момент прошла порядка 800 пунктов. То есть, вот эти ключевые зоны также важно определять. Ну, вот как один из примеров по паре евро-доллар и по паре британский фунт. Возвращаемся к паре евро-доллар. Как мы видим, уже из более крупного таймфрейма, дневной таймфрейм тенденция у нас остается в приоритете также на укрепление. И фактически сегодня уже торговались в области 1.18. То есть, евро, как и британский фунт, также восстанавливается. Все это, в первую очередь, связано с тем, что ослабевает, в том числе, и американский доллар, что двигает уже другие пары вверх. Соответственно, в рамках уже текущих трендов, текущих тенденций, что мы с вами можем определить? По текущей ситуации, опять же, после обновления максимальных значений, которые мы видели сегодня, буквально несколько часов назад, цена обновила максимальные значения 27 июля, и фактически уже уровень разворота может располагаться на минимальных значениях, которые были 27 июля. То есть, если говорить о покупках по данной паре, то уровень стоп-лосс на текущий момент может располагаться на минимальных значениях, которые были 27 июля, это отметка 1.16.45. Опять же, если говорить, если вы сейчас планируете сделку, решили зайти на вебинар, послушать, как это можно сделать, просто акцентирую ваше внимание на том, что тенденция основная остается на укрепление, то есть, фактически мы растем, но где мы присоединимся, это тоже важно. Можно и сейчас открыть сделку на покупку, но в этом случае уровень стоп-лосс будет порядка 160 пунктов. Соответственно, если мы будем говорить о тех целях, которые можем обозначить уже в рамках более крупного таймфрейма, ближайшая область, это возврат к тем значениям, которые мы видели фактически в 2012 году, это недельный таймфрейм, мы смотрим, то есть, последний раз пара здесь была по данным значениям фактически уже 5 лет назад. Но вот мы можем обозначить как ближайшая цель этого движения именно данную область. Соответственно, чем ближе мы войдем к уровню стоп-лосс, если рынок нам даст такую возможность, чем ближе у нас будет потенциал по прибыли. Поэтому важно здесь это учитывать. То есть, например, если мы открываем сделку по текущей цене, потенциал роста будет порядка 270 пунктов и стоп-лосс порядка 160 пунктов. То есть, примерно 1,5 соотношения. Но в данном случае, если мы на рынке увидим коррекцию, если ситуация будет корректироваться, например, к уровню пробития в области 1,17-1,75, то тогда мы можем получить уже более интересную ситуацию для входа. Либо входить в рынок в тот момент, когда мы видим коррекцию. То есть, вот на прошлой неделе также была ситуация, при которой мы видели обновление локального максимума. Это было 27 июля. А затем цена скорректировала. То есть, фактически, если мы входили по тем ценам, которые были в области 1,16, мы могли войти со стоп-лоссом порядка 50 пунктов. И соотношение было бы уже совершенно другое. Но расположив стоп-лосс, мы могли уже по более интересной длины на сцене. Поэтому выбирать цену для входа тоже нужно. И можно либо входить по рынку, но по той цене, если она вас устраивает в текущий момент, либо использовать отложенные ордера. Вот Максим задает вопрос, почему 27, а не вчера. Вот смотрите, здесь такая ситуация. мы вот эти вещи как раз рассматриваем как исключение. Обратите внимание, если мы за торговый день, который был, к примеру, 28 июля, пятницу, не видим коррекции вообще, то есть, фактически, здесь не было коррекции. Мы открылись примерно по ценам закрытия и также пошли вверх. То есть, цена не корректировалась, не было вот этого коррекционного движения. то в таких случаях я, как правило, тестировал данные ситуации и здесь лучше работать, если мы просто продлеваем торговую сессию и используем ближайший минимум, который был в предыдущей торговой сессии. То есть, в данном случае это будет более информативно. Такие ситуации периодически бывают. Сейчас я попробую, если мне что-то попадется на глаза. Так, сходу, наверное, не найду, но вот как раз та ситуация, которая была на прошлой неделе, она это показывает. То есть, если у нас не было никаких коррекционных движений, то рассматривать лучше предыдущее меню до предыдущих значений, которые мы можем использовать. Вот то значение, докуда дошла коррекция, а потом уже фактически продолжился рост. Так вот такая логика в этом. Соответственно, тенденция по евро продолжается на укрепление. И посмотрим остальные валютные пары, остальные инструменты, которые у нас присутствовали. Пара американский доллар и японская иена. Здесь падение идет уже достаточно давно. Опять же, в рамках более крупного таймфрейма. А вот те уровни, которые мы определяли ранее, это середина марта 2017 года, вот здесь как раз располагается долгосрочный разворотный уровень. То есть, это отметка 115,848. То есть, фактически, пока японская иена торгуется ниже этой отметки, то основная тенденция остается на ослабление. Мы можем провести аналогию с треугольником, то есть, видеть какую-то консолидацию, но вот здесь нам важно определиться как раз с тем уровнем, который у нас существует для более крупного таймфрейма. В данном случае для дня это именно значение, которое было в середине марта. Ну и уже работая на более крупном таймфрейме, выбираются те сделки, которые идут в сторону основного тренда. К примеру, те ситуации, когда заканчивается коррекция, которая была уже, получается, в десятых числах, в десятых числах июля. То есть, мы росли в какой-то промежуток времени, то есть, в рамках более крупного таймфрейма, это была коррекция. А вот в тот момент, как раз, когда эта коррекция заканчивается, также наиболее интересно присоединяться к данным сделкам. Безусловно, какие-то моменты это может привести к изменению тренда, то, что дальше пойдет наверх, но у нас для этого есть уровень на старшем таймфрейме, который мы будем отслеживать. Соответственно, когда мы уже 12 июля увидели обновление локальных минимумов в предыдущей торговой сессии, именно 11 июля, то получили подтверждение на возобновление исходящего тренда и практически на тот момент пара прошла порядка 400 пунктов. На прошлой неделе попытались скорректироваться. 25 июля пара уходит выше максимальных значений 24 июля, как раз, когда у нас был вебинар, и мы с этих уровней можем говорить о том, что сейчас началась коррекция в рамках часового таймфрейма. Соответственно, для присоединения уже в сторону основного тренда нам нужно дождаться завершения коррекции этого коррекционного движения. В рамках тех уровней, которые у нас были по паре американский доллар и японская иена, опять же, вот у нас был, даже приходится всматриваться, был 26 июля, вот здесь был минимум. В данном случае я опять же нам нужно было дождаться пробития и до фактически до 27 июля, до закрытия дня ключевой уровень был здесь. То есть, если говорить о возврате именно к продажам, то уровень пробития, которого нам нужно было дождаться, это минус 25 июля. Когда мы увидели данную коррекцию, то есть, цена опять же не ушла выше максимальных значений 26 июля, уже мы смогли его переместить, то есть, отслеживать минимальные значения, которые были 27 июля. Фактически, это одна и та же цена. Мы видим сейчас, что они совпали, но мы наш фокус уже внимание смещаем. А вот как раз в пятницу, уже в конце торговой сессии, мы с вами увидели, что цена фактически в 28, в 21,00 пробила этот уровень, а 22-часовая свеча, которая была 22 часа, она полностью и закрылась, и открылась, и закрылась за этим уровнем. То есть, фактически, вот с этого момента мы можем считать, что мы вернулись к продажам по паре американского доллара и японская иена. На тот момент, по данной ситуации, у нас уровень стоп-лосс располагался на максимальное значение 27 июля. Сейчас мы можем его уже скорректировать на максимальные значения, которые были в пятницу, то есть, так как был уже следующий импульс, мы обновили минимумы, и фактически, опять же, сейчас, если рассматривать продажи, то уровень стоп-лосс может располагаться за максимальными значениями, которые были на прошлой неделе в пятницу. От текущей цены это порядка 95 пунктов. Опять же, здесь также работает метод присоединения по отложенному ордеру, то есть, если вы открыли рынок, например, сегодня с утра, вы видите, что цена уже его пробила, можно поставить также отложенный ордер на ту цену пробить, но чуть ниже, то есть, не внутри диапазона мы ставим, а чуть ниже, для того, чтобы мы смогли присоединиться на коррекции по данному движению, фактически, здесь можно было получить цену на расстоянии порядка 60-65 пунктов от уровня стоп-лосс, то есть, войти, опять же, по более интересной для нас цене, чем при этом цена, которую мы видим сейчас, то есть, сейчас это 90 пунктов, можно было войти на 30% фактически лучше, при установке отложенного ордера селл-лимит. Ну, и по целям движения, по целям движения это обновление минимальное значение, которое мы видели в июне, это область 108, то есть, опять же, по текущей ситуации, по текущему движению потенциал порядка 150-160 пунктов. Опять же, вот если рассматривать данные соотношения, с точки зрения риска-прибыль, то есть, когда вы выбираете сделку, сразу же смотрите, сколько вы можете потерять, то есть, если мы войдем, вошли бы по отложенному ордеру, к примеру, то есть, цена может туда еще скорректироваться, это вполне может произойти, но вот сама логика рассуждения, что я хочу обсудить. То есть, стоп-лосс 60 пунктов, потенциал прибыли 170, то есть, фактически, у нас соотношение риска-прибыль 1 к 3. Такая логика. Входим сейчас, потенциал прибыли 130 пунктов, стоп-лосс примерно 100 пунктов, чуть меньше 90, уже чуть больше, чем 1 к 1,5, не будем вдаваться в подробности, но уже соотношение меньше. И вот как раз интересны те сделки, которых потерять вы можете гораздо меньше, чем заработать, то есть, 1 к 3, 1 к 4, 1 к 5. Вот пример по британскому фунту, который мы делаем, безусловно, нет гарантии того, что именно так и произойдет эта сделка. То есть, тут гарантировать это нельзя. Но потенциал роста, он безусловно, должен быть. Опять же, проводя аналогию, к примеру, с австралийцем, вот объективно, до момента как раз пробития вот этих максимальных значений, потенциал роста, он был ограничен именно этим уровнем. То есть, когда цена к нему подходила, именно там располагалось целевое значение. И покупать вот вблизи максимальные значения, это было действительно довольно-таки опасно. А вот после того, как цена уже обновляет этот максимум, появляется следующий импульс, появляется коррекция, вот тогда входить в эту сделку становится вновь интересно. То есть, чем меньшую цену мы получаем, тем для покупок это будет более интересно. И также для продаж, чем выше цена, тем потенциал прибыли будет гораздо более интересен, и всегда важно об этом помнить. по канадцу уже несколько слов мы сказали, фактически мы дошли до первой цели, которая у нас была обозначена, это область 1.24.70, 1.24.50, ну а дальше в рамках опять же недельного таймфрейма закрепление ниже этого уровня уже открывается при посылке на снижение в область 1.19. На текущий момент это от текущей цены порядка 500 пунктов. Что мы видим в рамках часового таймфрейма. Опять же на прошлой неделе были попытки начала коррекции. То есть вот цена ушла за максимум, который у нас был 26 июля, то есть фактически отсюда мы получили коррекцию. Тут наверное не будет ключевым сигналом покупать. То есть вот здесь ключевая мысль, которая должна появиться, это значит пока не продавать. Нужно дождаться, когда завершится эта коррекция. То есть вот основной посыл данного уровня. Соответственно для того, чтобы мы смогли вернуться к продажам по данному инструменту, нам необходимо увидеть это подтверждение. Пока из тех уровней, которые мы можем обозначить в рамках текущей ситуации, это те минимальные значения, которые были в пятницу и в четверг. То есть область 1.24. Фактически если мы видим, получаем данный импульс, после которого цена пробивает, закрепляется за этим уровнем, тогда мы получаем уже следующую возможность присоединяться к примеру на продажу в сторону основного тренда с потенциалом движения уже в область 1.18. Сейчас я ее тоже зеленым цветом обозначу как следующая цель по движению. То есть фактически потенциал в данном случае прибыли может быть порядка 400 пунктов, потенциальный стоплост порядка 100-110. То есть уже 1.4. Уже гораздо более интересная сделка. Поэтому по паре американский доллар и канадский доллар важно отслеживать как практически будут закрываться торговые сессии. То есть возможно мы сегодня увидим этот пробой возможно в ближайшие несколько торговых дней. Поэтому обязательно смотрите видеообзор на нашем YouTube-канале и там корректировки по данной ситуации тоже будут даваться. Об этом я буду также рассказывать. По паре евро-фунт мы эту пару валютную включили в обзор, но практически если мы видим что евро растет, евро-доллар растет, британский фунт растет, то практически по этой паре мы волатильность видим минимальную, так как обе пары растут. Но пока основное направление по данным инструментам все-таки идет в сторону евро. Если мы смотрим более крупный таймфрейм, основное направление идет на укрепление. И для того, чтобы вернуться к покупкам по данной паре, один из уровней, который мы обозначили, это максимальное значение в области 89, 57, 58. Максимальное значение, чтобы было удобнее найти по дням это 27 июля, 25 июля, примерно диапазон. Были попытки это сделать в пятницу, но вот мы видим, что фактически просто пытались проколоть, потом возвращались, опять проколоть, 4 свечи было попыток, но затем цена еще несколько скорректировалась. Фактически сейчас мы с вами видим, что цена торгуется вблизи данного уровня, мы можем получить данное подтверждение. Тогда в данном случае, опять же, уровень стоп-лосс, который будет иметь смысл рассматривать, это минимальные значения, которые могут быть сегодня, нужно дождаться закрытия дня. Обязательно. Если мы ставим уровень стоп-лосс за какой-то день, то он должен быть закрыт. Фактически, если мы увидим сейчас, вот на следующей свече пробития, который у нас будет в 21 час, то мы можем использовать те уровни, которые у нас, дни, которые были закрыты. фактически мы можем использовать в данном случае, я бы использовал минимум 27 июля, потому что в пятницу тут практически не было коррекции. Или, по крайней мере, его ставить сюда, но не на текущий день, пока он еще не закрыт. Я все-таки буду рассматривать здесь минимальное значение, которое было 27 июля. Если день, когда день закрывается, то есть у нас уже начинаются новые сутки, его можно скорректировать уже чуть ближе к точке входа, но нужно дожидаться непосредственно закрытия торгового дня. В рамках часового таймфрейма это важно. Вот вижу вопрос, сейчас вернусь как раз в чат. Я абсолютно с вами согласен. Очень хорошее замечание, которое вы сделали. Я, в свою очередь, в торговле акцентирую внимание на тех ситуациях, которые позволяют торговать с минимальными временными затратами для меня. И в данном случае я фактически анализ фундаментальных новостей для себя исключаю. Новость не может поменять ситуацию на рынке. Опять же, мы видим, что данные вышли, но все осталось в рамках того тренда, который был. Это для меня дополнительное подтверждение того, что все идет в рамках той глобальной ситуации, которая есть. Потому что инструмент, который мы рассматриваем, согласитесь, тренд не поменялся. И вряд ли новость может переломить тренд, который идет несколько недель, несколько месяцев. Безусловно, их нужно держать во внимании. И мы в рамках курса, например, персональной инвестиции об этом говорим. как отслеживать, быть в курсе тех новостей, которые выходят. Если вы для себя делаете акцент именно на фундаментальных данных, я рекомендую посетить вебинар моего коллеги Фредерика Даниэля, который проходит по вторникам в 20.30 по московскому времени. Сейчас я также приложу ссылку на регистрацию, на его вебинар. И вот как раз Фредерик акцентирует внимание именно на фундаментальных данных. То есть он находит те моменты, почему растет тот или иной актив, что на него влияло, как это повлияло на рынок, что можно ожидать. То есть тот трейдинг это комбинация различных факторов, которые позволяют принимать решения. Для меня анализ, глубокий анализ фундаментальных данных является ключом. Я пробовал торговать именно по фундаментальному анализу, но для моей торговли лично это не совсем подходит. Я нашел для себя этот способ. То есть я согласен, что фундаментальный данный, фундаментальный анализ это не технический анализ. Каждый трейдер он формирует торговую систему под себя, опять же, исходя из того, сколько есть времени на торговлю и исходя из всех средств, которые есть на торговлю и из большого количества факторов. Фредерик он акцентирует внимание на фундаментальном анализе, поэтому рекомендую его посетить. Ну и так же всех участников приглашаю. Завтра 20.30 и все вопросы, которые есть, к примеру, по ФРС, по Европейскому Центральному банку, можно задать Фредерику и он уже более детально вам расскажет. Вот именно на новостях, то есть, именно как торговая стратегия, при которой нужно ждать новость, да и выхода, я не торгую. То есть, опять же, это тот способ торговли, который подразумевает именно отслеживание новостей, то есть, пробоенные системы. Я, наверное, это моя первая сделка была по Non-Farm Payrolls, то есть, тот показатель, который у нас выйдет в эту пятницу, очень часто, я думаю, что многие как раз замечали, что когда публикуются эти данные, происходит резкий выстрел, то есть, она проходит какое-то расстояние довольно-таки быстро и очень волатильный день, то есть, использовалась пробоенная стратегия. Но, в какой-то определенный момент характер новости поменялся и в последнее время уже такие большие движения мы не видим. Я думаю, кто отслежит данную статус, со мной согласится. И, в какой-то момент эта стратегия перестала просто работать для меня. Я для себя выбрал что-то другое. Одна новость поменять направление глобально не может. То есть, в стране что-то должно или ухудшаться, или улучшаться постепенно. Так как в компании, если мы говорим о рынке акций, как, к примеру, в золоте, то есть, одна новость не может все переломить, но только если, наверное, это не Brexit, который был в прошлом году, но в принципе, те тенденции к снижению, они стали просвеживаться уже гораздо раньше, уже на ожидании как раз данных событий. Вот, наверное, тот пример, который можно привести. Но, вот из тех регулярных новостей, которые публикуются, тут вряд ли какая-то новость может поменять основное направление, но я, по крайней мере, такого пока еще не видел. Ну, Максим, да, как вариант, если упадет метеорит и уничтожит один из континентов, наверное, все начнут продавать акции этого континента, ну, вопрос, кто их будет покупать, да, то есть, это, не знаю, флэш-крэш, и, собственно, вряд ли мы сможем тогда найти покупателя, вот, тот актив, который мы хотим продать, новым, это будет довольно-таки интересная ситуация. Курс персональной инвестиции мы повторим уже осенью, сейчас готовим уже на оставшиеся полугодия расписание, и я обязательно всех оповещу, когда это будет проходить, то есть, все получат данную информацию. Хорошо, возвращаемся к нашему разбору. Золото, золото, собственно, также продолжает свой рост, один из ключевых уровней, опять же, для среднесрочного снижения, на текущий момент я его оставил на минимальные значения, которые были в марте, в середине марта этого года, это отметка 1195 долларов за тройскую унцию, то есть, пока мы торгуемся выше этого уровня, я для себя рассматриваю основные направления, как восходящие по данному инструменту. Сейчас рост, он продолжается, ну и, собственно, ближайший разворотный уровень по данному активу, я бы отметил на минимальные значения, которые были 27 июля, это отметка 1254 долларов за тройскую унцию. Ближайшие цели по движению находятся в области 1294 долларов за тройскую унцию, то есть, тенденция к росту также продолжается. По нефти марки Brent, вот опять же, если говорить о возврате к покупкам, ну вот просто провести аналогию, чтобы было более понятно. Вообще, в рамках дневного таймфрейма, вот тут я для себя бы отметил то максимальное значение, которое у нас было в июне, давайте отметим красным цветом, в рамках дневного таймфрейма, то есть, пока нефть торгуется ниже данного значения, основная тенденция остается на ослаблении, в рамках более крупного тренда, более крупного таймфрейма. Соответственно, сейчас вот то направление, которое мы видим, это больше коррекция, то есть, это не значит, что цена остановится у этого уровня, потом пойдет вниз, она может пройти дальше у него, но приоритет пока к сделкам, которые будут появляться на продажу в рамках той ситуации, пока мы торгуемся ниже данного уровня, они будут, безусловно, даваться именно сделкам на сел, на продажу. И один из ключевых уровней, который сейчас можем отметить, по нефтебарке бренд располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу, это отметка в области 51.25, то есть, когда цена зайдет за этот уровень, его пробьем, за ним закрепится, тогда уже вероятность формирования следующего импульса нисходящего будет выше. Хотя, в свою очередь, здесь можно отметить то, это один как раз из таких сигналов, что не всегда это бывает, важно удержать это в голове и ставить стоп-лосс, не так давно мы видели ту ситуацию, при которой 20 июля цена дошла до максимальной значения 50.06. Затем, в следующий день мы обновили локальные минимумы и фактически началось движение нисходящее. но оно у нас завершилось фактически 25 июля, то есть прошло два дня, мы вновь опять обновили локальный максимум и вернулись опять к покупкам. То есть такие ситуации безусловно тоже возникают и тут нет тех стратегий, тех способов торговли, которые позволяют торговать стопроцентный исход. Всегда это вероятность, то есть трейдинг это торговля вероятностью. То есть продолжение нисходящего тренда, пока мы находимся ниже тех уровней, которые мы сейчас смотрели на минутной фрейме, оно на мой взгляд будет более вероятно. То есть в данном случае это не ошибочный вход, то есть это та ситуация, которая бы не была реализована, пока еще не готова снижаться. Соответственно сейчас один из уровней, который мы можем рассмотреть это минимальное значение в области пятницы, то есть область 51,26. Если выходим ниже этих уровней, тогда вновь начало нисходящего движения в сторону 45-44 будет также вероятно. Да, Максим, повторно пройти курс безусловно можно будет. Ну и индекс DAX. По индексу DAX на текущий момент мы видим, во-первых, напомним, вернемся несколько назад, этим летом мы видели исторический максимум по этому индексу, и уже после того, как был уход ниже значения в области 12,521 по данному инструменту, у нас началось формирование среднесрочной нисходящей тенденции по данному инструменту. Как это было, к примеру, два года назад, цена практически подходила к тем же самым уровням, но была чуть ниже, а затем это же значение мы повторили спустя фактически два года, то есть здесь март 2015 года, здесь март 2014 года, то есть два года потребовалось для того, чтобы вернуться к тем же максимальным значениям, которые были. Поэтому сейчас в рамках данного инструмента коррекция также может быть, но и собственно сейчас мы ее видим, поэтому пока приоритет остается на продаже по данному инструменту, по данному активу. соответственно здесь я выделил даже акцентировал внимание на двух уровнях на уровень разворота двух типов среднесрочный и краткосрочный вот среднесрочный он на текущий момент располагается на максимуме который был 26 июля это отметка 12347 то есть даже если мы заходим вот сюда то в рамках среднесрочной тенденции мы все равно остаемся приоритетом на продаже в рамках уже локальных трендов локальных тенденций мы с вами видим, что сегодня цена во второй половине торговой сессии пыталась закрепиться выше максимальных значений которые были у нас в пятницу но вот опять же практически никакой коррекции здесь не было начиная с 27 июля просто было снижение поэтому для принятия решений для установки уровня стоп лосс и для отслеживания разворота то максимум который был 26 июля здесь на мой взгляд является ключевым мы попытались зайти за это значение но уже к концу торговой сессии сейчас мы возвращаемся к минимальным значениям тенденция фактически остается на снижение поэтому если говорить о примеру изменении среднесрочного направления то это область максимальных значений 26 июля пока мы торгуемся ниже данных минимумов то тенденция идет на ослабление если говорить о присоединении в рамках часового таймфрейма что здесь можно отслеживать во-первых уход ниже минимальные значения которые были в пятницу обновление и закрепление за этим уровнем установка уровня стоп-лосс уже в данном случае будет за максимум который будет сформирован по закрытию сегодняшнего дня то значение которое мы видим на 14-часовой свече за сегодня и тогда уже присоединение соответственно также на коррекции с отоплосом за локальный максимум может иметь смысл можно рассматривать в рамках такой ситуации на продолжение снижения по данному инструменту по данному активу итак коллеги все инструменты которые я планировал сегодня с вами разобрать мы разобрали если у вас есть вопросы по по тому что мы с вами сделали пока не будем сегодня смотреть дополнительные кросс-курсы к сожалению не остается на сегодня время обязательно к этому вернемся на следующем вебинаре который будет в понедельник вернемся к канадец японская иена британский фунт швейцарский франк обязательно их тоже посмотрим но уже в рамках следующих вебинаров поэтому да вот вижу есть вопрос как понять какой паре больше потенциал роста примерно у евро баксы или пункт бакс ну вот смотрите тут наверное потенциал роста да можно определить но где пара была до этого потому что все-таки валюты это то что движется в боковом диапазоне да то есть если мы говорим о рынке акций то если акция не растет значит это нам не показывает прибыльности компаний то есть вообще в перспективе акции всегда должны расти да то есть как пример и другие инструменты это золото да а валюта имеет несколько другой фундаментальный характер поэтому поэтому если говорить о потенциале роста да то есть если вы открываете ну утрированно да вот если мы сейчас открываем пару британский фунт какой у нас потенциал роста ну фактически мы можем дорастить до 2.11 8000 пунктов текущей цены безусловно это такой грубый способ показать где потенциал роста а вот более такой жизненный который можно использовать он как раз заключается вот то что мы сравнивали по двум валютным парам да вот австралийский доллар к примеру вот австралийский доллар он стоял очень долго как я уже говорил вот в рамках этого уровня и покупать вот здесь да пока еще цена его не пробила было довольно таки опасно потому что цена могла вновь идти на коррекцию то есть потенциал роста он был ну фактически то есть ближайшая цель это закрепиться выше этих уровней то есть потенциал роста там 50-60 пунктов в свою очередь если мы рассматривали вход к примеру вот здесь да в рамках опять же той же самой ситуации потенциал роста уровень остается тот же самый а потенциал роста увеличится в 10 раз все зависит от инструмента от конкретной ситуации которую мы рассматриваем поэтому вот на таких исключениях да практически мы их и стараемся рассмотреть в рамках данного нашего вебинара поэтому формате обратной связи вопросы которые у вас появляются когда вы анализируете рынок когда вы рассматриваете какую-то ситуацию которую вам хотелось бы обсудить присылайте на адрес электронной почты которую я сейчас приложил в чат роман.исаков собака одновремаркет.ком делайте скриншот той ситуации которая непонятна или вы не знаете где поставить цель куда поставить стоп-лосс любой может быть вопрос мы обязательно рассмотрим в рамках нашего вебинара и я дам свой комментарий и вместе это обсудим то есть в таком ключе это будет работать довольно-таки хорошо и информативно потому что я прекрасно понимаю что когда вы находитесь за терминалом вы планируете какую-то сделку но если что-то непонятно что-то не получается очень сложно найти решение самостоятельно порой на это может потребоваться месяц, а то и годы поэтому вопрос, который у вас появляется его для себя фиксируйте описывайте присылайте мне на почту если потребуется как-то дополнительная информация я ее попрошу уточнить но в любом случае сделаем так чтобы мы смогли этот вопрос разобрать затронуть там как нашего вебинара или я отвечу уже отдельно на ваше сообщение на как право мы такие вопросы выносим на обсуждение на наших как раз вебинарах хорошо коллеги тогда если вопросов нет да вот вижу есть вопрос по кластерному анализу объемов вот большую часть того что я рассматриваю ну фактически вот я это и рассказываю на вебинаре опять же к анализу рынка можно получить большое количество информации то есть фактически похожая ситуация когда мы анализируем объем либо те уровни которые рассматриваю я для себя в торговле везде можно провести аналогии с определенной долей погрешности есть в планах сделать дополнительную информацию как раз по как я уже говорил к объемному анализу дополнительную дополнительную серию вебинаров по данному вопросу и мы это обязательно сделаем но фактически то что то чем я рассказывал данного вебинаре это основной акцент который я делаю при торговле хорошо коллеги тогда всем спасибо за внимание еще приглашу да уж пользуясь случаем в среду у нас будет вебинар который будет посвящен такому новой новому веянию как блокчейн я напомню что в Admirals Markets не так давно стали доступны для торговли криптовалюты и мы как раз я запускаю серию вебинаров на котором мы будем разбираться что такое криптовалюта почему они растут вообще что стоит за технологиями блокчейн почему их совсем некорректно называть пузырем как многие говорят мы как раз об этом поговорим в среду тогда тоже вас приглашаю на этот вебинар в среда 19.00 по Москве ссылку на регистрацию я приложу ну и еще раз дублирую наш канал на ютубе то есть если вы в какой-то момент не можете присутствовать на вебинаре то на следующий день вы практически всегда если запись доступна для обработки можете найти ее на нашем ютуб канале так еще вижу вопрос инструмент для ведения торговой статистики чтобы защищать свои сделки ошибки отслеживать да такие инструменты есть и к примеру можно построить максим давайте сделаем так напомните мне пожалуйста вот данный вопрос продублируйте на почту да на почту или в скайп и вот как раз здесь сделан да вот отдельно я думаю что к следующему вебинару я покажу как это можно делать это одна из функций опять же трейдер 4 Supreme Edition и вот как это можно отслеживать как это можно анализировать я обязательно это покажу хорошо коллеги тогда всем спасибо за внимание спасибо за вашу активность спасибо за вопросы которые были увидимся с вами с кем-то увидимся в среду на вебинаре по технологии блокчейн с кем-то увидимся уже в следующий понедельник поэтому всем желаю хорошей торговой недели продуктивной торговой недели ну и самое важное чтобы она чтобы торговля была системной если она будет системной то и будет успешной поэтому всем хорошей недели и до свидания так Продолжение следует...